в нашем проекте мы не раз замечали что квартиры в турции часто покупают те кто уже знаком с местной отельной инфраструктуры приехали раз приехали другой захотелось чего-то своего но сегодня мы говорим про дорогую недвижимость и тут кстати могут возникнуть сомнения турецкий рынок он безусловно массовый и демократичный на эти слова не слишком соотносятся с термином или а я всегда говорю что рынок турции он недооценен турция то что дешевый отдых все включено опять же время челночных каких-то покуп турция это дешево на самом деле как бы вот это вот отсутствие какой-то престижности как когда ты говоришь испании италия очень влияет на рынок недвижимости часто вообще не с покупателем когда хочу виллу хорошо сколько когда говоришь полмиллиона а я за полмиллиона уже вы стали могу купить но на самом деле в италии эти полмиллиона будут в деревне там дальше от моря не будет не спа центра не будет сервиса пляжа не будет даже возможности личного пляжа что в турции часто встречается действительно в турции ведь есть шикарные отели а значит должны быть и такие же жилые комплексы эти комплекс они ничуть по инфраструктуре не уступает реально топовым каким-то отелям побережье здесь вся инфраструктура та же самая есть спа-зона с сервисом можно заказать хамам массаж сауна огромная территория комплекса солнечная терраса с бассейном и люди когда сюда приезжают они чувствуют себя даже намного лучше чем в отеле потому что это вот именно их квартира давайте же узнаем что такое роскошно по-турецки какое жилье здесь дорогое и по статусу и по цене элитность для меня в принципе но это в моем понимании не знаю как что покупатель по-разному она приравняется к уровню комфорта и сервиса и качество материалов и того что находится у тебя на территории больше расходов уходит именно на инфраструктуру и на сервис более дорогие объекты внутреннюю отделку оставляют для клиента и делают под нее обычно это срок 2 максимум 3 месяца это если какие-то индивидуальные заказы и там конечно люди хотят внести изменения или же изначально в проекте предлагается 3-4 типа отделки которую вы подбираете под себя который разрабатывать дизайнеры есть комплексы например где я сейчас живу в пельхаусах изначально продавались без чистовой отделки вместе с услугой дизайнера и вот вы к этому готовитесь вам это готовится к скорее всего это более частая практика но отделку и вообще детали проще рассматривать вблизи а когда смотришь на панораму алании трудно сразу понять какие же из этих объектов действительно особенно четкого разделения в престижности в алании на самом деле нет нет почему потому что не настолько много этих районов было изначально в анталии например бытует мнение лара более дорогой более старый мне кажется престижность в этих районах формируется спросом больше местных жителей потому что на опыте я столкнулась что для покупателей иностранцев вообще все равно престижные не престижные первый вариант что называется выше среднего мы нашли в курортном поселке конаклы это минутах в 15 езды от центра алании ну это четыре этажа индивидуальный проект под клиента бассейн и все это находится на комплект в комплексе отельного типа море у вас под ногами 500 600 метров до моря личный пляж турецкая недвижимость с претензией первое что удивило квартиры здесь вовсе не гигантской площади считается что приезжие с возможностями покупают в исключительно апартаменты большой площади так что метров под стоя и с несколькими спальнями но вот обратный пример жилой комплекс в конаклы комплекс очень высокого уровня и здесь есть квартиры 1 плюс 1 площадью около 80 квадратных метров причем больше 20 метров из этих 80 занимает широкий балкон отделка территория в данном примере они не слишком бросаются в глаза возможно потому что главное национальное отличие комплексов ультра не всегда заметно снаружи это различные сервисы и услуги ну а когда я зашел сюда и увидел это то честное слово чуть не упал в обморок особенности когда в руки попались вот эти коньки но не удивляйтесь это к сожалению все у нас всего бутафория здесь можно кататься на коньках но на роликах будете вы кататься или нет дело ваше понятно что такая опция как каток вовсе не является обязательной даже для ультра недвижимости вот что дорогой объект на курорте должен иметь обязательно так это вид и расположение за ними мы отправились ближе к центру этот комплекс тоже можно смело назвать уникальным элитным поскольку он занимает последнюю последний самый большой кусок земли около моря есть больше вариантов больше больше нет можно пойти в махмутлар другие районы города можно пойти в горы но именно в центре в административной части города больше просто нет нет других земельных участков на примере этого комплекса также хорошо видны детали элитного жилья связанные с отделкой а здесь очень много взято за основу допустим со стамбульских каких-то люкс отелей начиная от дизайна и заканчивая внутренним оформлением квартир заканчивая нет мелкими элементами создания именно комплекса внешнего вида а если сравнивать с другими комплексами которые постройки 6 8 10 лет назад то конечно в первую очередь это высокое качество использование уже более новых современных технологий это видно любому человеку невооруженным глазом кто не разбирается в каких-то этих моментах но все равно вы заходите и чувствуете что это это что-то новое да это последняя нотка второй момент это конечно территория не то чтобы она поражала своими размерами но функциональность тут на уровне здесь есть тут буквально все как в лучших отелях в люкс отелях побережьте он комплекс вообще ничем не уступает здесь есть хамам есть здесь vip spa зона где можно заказать массаж пилинг здесь есть сауна здесь есть паровая здесь есть даже машина который лед делает чтобы после сауны себя освежить одним словом здесь есть все что нужно для комфортного отдыха в любое время года это от круглогодичный отель такой вид для вип персон теперь о самом важном верный признак престижной недвижимости это цена но турции здесь удивляет даже объект и ставки вип может стоить относительно недолго правда со временем качество растет в цене ценник когда здесь начинался на этапе строительства допустим на квартиру 2 плюс 1 он начинался 219 тысяч евро это еще был котлован после этого нас обычно в три этапа идет строительство и соответственно повышение цен когда возводятся коробки здания цена возрастает когда начинается чистовая отделка здания цена возрастает и когда завершающий этап строительства уже финальная часть по финальное повышение цен идет по стандарту от 5 до 15 20 процентов вот здесь в этом комплексе рост цены максимальный опять же за счет уникальности этого проекта на сейчас есть вторичный рынок квартиры допустим от двухсот сорока пяти тысяч это вот нижний нижние этажи на сегодняшний день есть тэнхаус 650 тысяч евро стоит общая площадь 270 квадратных метров но у нас площадь это с террасы вместе с балконом что это тоже очень ценно для отдыха не правда ли интересно мест на первой линии мало отели отбирают лучшие территории но и все-таки и все-таки есть в самой алании даже не объекта целый район где цены очень и очень высоки здесь классическое зачитание вид море ограниченные предложения на ограниченной территории но и здесь в турции по-другому не бывает есть свои но вот это место очевидно самое дорогое в алании виллы что за моей спиной могут стоить 300 500 а могут и полтора миллиона и 3 и 5 миллионов евро правда рассуждение о цене в данном случае довольно абстрактные приобрести что-то здесь очень трудно собственники чьи предки владели этими объектами и 50 и 100 может быть и более лет назад крайне редко выставляют что-то на продажу но опять турция нас удивила самое дорогое самое крутое во всех смыслах тоже оказывается не предел мечтаний стандартному покупателю которому нужно море близость всего это скорее всего не подойдет потому что старые дома которые строились на крепости они очень маленькой внутренней планировки они построены из камней маленькие окна это до дворец но вы заходите у вас все деревянные балки у вас маленькие комнатки и как бы ощущение прошлого присутствует опять же ограничение по строительству там маленькие комнаты нельзя наружный фасад менять много у нас было покупателей которые хотели именно на крепости недвижимости но после просмотра возвращались все равно комфорту потому что комплексов зимним бассейном сауны с парковкой в этой зоне нет это вот больше подходит для любителей старины для любителей какого-то эксклюзива но все-таки если хочется эксклюзивы но без старины мы точнее наши коллеги из дресс-проперти такой объект нашли следующей серии мы о нем расскажем подписывайтесь на обновление